Сегодня мы будем говорить о женской красоте и женской харизме. И в гостях у меня эксперт номер один по раскрытию женской харизмы, Софья Котовская. Кстати, между прочим, автор книги «Счастливая и любимая. Семь свиданий, которые изменят вашу жизнь». Здравствуйте! Здравствуйте! Что же за семь свиданий-то такие? Почему именно семь? Многие спрашивают, почему именно семь? Скорее, потому что семь – это счастливое число. Ну и плюс потому, что я думаю, для того, чтобы женщина начала встречаться с мужчинами, знакомиться, поборола какой-то барьер внутренний, да, я думаю, что семь свиданий – как раз прекрасная цифра, чтобы начать общаться и включиться в этот процесс, получать неудовольствие. Ну, на самом деле, семь свиданий – это уже когда все есть, когда уже все пошло. С чего начинается? Это же первое знакомство, первое впечатление. Как его произвести? На самом деле, первое впечатление, как известно, производится на 80% составляется от человека по его языку телодвижения, по невербальной составляющей. То есть, кроме жестов… То есть, есть какие-то особенные, чтобы там мне это случайно не передернуло тебя? Ну, кроме жестов, взглядов, походки, положения корпуса и тела, внешность, да, наша еще также важна. Составляется первое впечатление вот по этим 80% и лишь 10% отводится на то, что мы говорим. То есть, как раз тот случай, когда как мы себя ведем гораздо важнее, чем то, что мы говорим. Вот, поэтому, когда женщина хочет произвести впечатление при знакомстве, при свидании, как бы не хотелось нам, чтобы мужчина узнал нашу прекрасную, добрую душу, да, прежде всего, нам нужно все-таки… Первый раз лучше, лучше так. Да, во-первых, выглядеть хорошо, и во-вторых, как раз то, что вы показали, да, это язык телодвижения, язык флирта. Мужчина очень хорошо на это реагирует, и если девушка хочет познакомиться и показать мужчине свою заинтересованность, то ей надо уметь этим языком телодвижения пользоваться. Ну, а есть какие-то особенные движения, прям специальные, может быть, прям коронные такие, выявленные практикой, которые, ну, не знаю, заставляют мужчину задуматься, посмотреть, оглянуться в конце концов? Ну, конечно, эта тема уже давно исследована, и мой учитель в этой теме, Алан Пис, известный психолог, писатель, тренер, и он давно уже рассказал о том, какие жесты и взгляды привлекательности особо влияют на мужчин. Можно хотя бы один жест, вот специально для прекрасных дам, которые смотрят нас сегодня, чтобы они узнали, может быть, запомнили, приняли к сведению? Ну, самое главное, самый главный жест, пожалуй, это улыбка, открытая, жизнерадостная, да, которая говорит о том, что действительно нас этот человек заинтересовал. Ну, а те жесты и взгляды, о которых идет речь, на самом деле есть в каждой женщине, они природа в нас заложены, каждая это знает прекрасно на практике. Да, и даже самая серая мышка и самая скромная девушка, находясь рядом с мужчиной, который ей интересен, который ее привлекает, она невольно начинает управлять осанку, стрелять глазками, улыбаться. Это все заложено в женщинах природы, поэтому специально обучаться этому, я даже не вижу смысла, главное не сдерживать это, а давать возможность ей появляться как настоящая женщина. Довериться инстинктам получается? Ну, можно и так сказать. Не может получиться так, что вот эта вот уверенность, эта харизма настолько выплеснется, что напугает просто мужчину, и он убежит? Конечно, везде должна быть мера. Но, скажем, вот именно вот достаточная вот эта вот серединка золотая, это все-таки хорошо, прям уверенно, ярко все женщины, я королева, я богиня, или же что-то более скромное, тихое, спокойное? На самом деле все женщины разные, да, все мы разные, и какого-то определенного совета, рекомендации конкретные, допустим, по завоеванию мужчин я никогда не даю. И говорю даже о том, что невозможно заучить там несколько жестов, взглядов стандартных, и ими мужчин обольчать, да. Самое важное, это раскрывать свою женственность, то есть когда женщина уверена в себе на 100%, в своей красоте, в своем обаянии, то все жесты, все взгляды, это будет естественным проявлением вот ее внутреннего состояния. Потому что язык телодвижений говорит нам о нашем внутреннем, прежде всего, состоянии. Если женщина не чувствует себя таковой, да, не чувствует себя женщиной, то какой бы жест она ни изучила, как бы она его ни натренировала, да, это будет выглядеть достаточно неестественно. Все от души и от сердца получается должно быть. Конечно. Поэтому я рекомендую девушкам заниматься вот именно каким-то внутренним своим развитием. Конечно, если говорить об уверенности, либо вот о проявлении, да, ее, есть такой момент, что иногда девушки, чтобы показать свою уверенность, чтобы показать свое достоинство, чтобы подчеркнуть, что она королевских крадей, они используют такой прием. Я пишу в своей книге как новый необычный способ флирта – покерфейс. И, может быть, вы видели таких девушек, которые идут по, допустим, по ресторану или по кафе, она красиво выглядит, модельной внешности, прекрасная походка, но ее лицо абсолютно отсутствующее. Если вы понаблюдаете, допустим, вы заметите, что есть такие девушки. Ну так по факту, скажите девушкам, действует этот способ или не действует? Этот способ не действует. Вот так вот, этот способ не действует. А какие способы действуют, мы узнаем после просмотра новостей. А мы продолжаем общение о женской харизме и женской красоте. И я напоминаю, что у нас в гостях Софья Котовская. Я вот тут уже открыл оглавление вашей книги. Мне понравилась одна часть. Вот она выделена прям по результатам опроса. Основные ошибки девушек на свидании. Что же это за ошибки такие? Это прям было какое-то исследование. Что это было? Как выявлялось? Да, действительно, когда у меня появилась идея писать эту книгу, я решила не быть голословной, а основываться на опросе среди мужчин. То есть в течение примерно двух лет более чем 150 мужчин ответили мне на вопросы, что для них идеальное свидание, какие ошибки девушки совершают на встречах и кто же та идеальная женщина. И что же делают девушки не так? Что не так? Вот представляете, 150 почти мужчин ответил и всего несколько основных ошибок, которые допускают практически все девушки. Если говорите конкретно об ошибках, то первое, конечно, если мы говорим о свидании, это внешность. Мы всегда должны помнить, что на свидание мы должны подготовиться особенным образом. А иногда девушка, например, идет на свидание после работы. Многие назначают свидание после работы, да? Вот так скажу между делом, там посижу чайку попью. Да, но после работы девушка может быть уставшая, может быть не в настроении, может быть дресс-код очень строгий, если, например, она в банке работает, да, светлый верх, темный низ, волосы собраны в пучок. И дресс-код, который позволяет нам быть успешной на работе, совершенно противоположный, чем тот, который нам позволяет быть успешной на свидании. То есть есть у нас внешний вид дальше, что у нас идет? Когда я спрашивала мужчин, представьте, что женщина, вам очень нравится внешне, она потрясающая, что может такого произойти на свидании, после чего вы не захотите встречаться вновь? Да, многие женщины задаются этим вопросом, все прошло вроде хорошо, но куда он пропал после первого свидания? И самый первый пункт, который вышел прям вперед, это было общение. То есть если девушка не умеет общаться, если она, как мужчины говорили, либо она молчит, либо она бесконечно говорит. То есть нужно тоже знать меру в свою очередь, это тоже. Хорошо, а есть какой-то, может быть, самый необычный критерий, либо самый вот постоянно, который мужчины озвучивают? Вот именно в рамках ошибок? Самое популярное, которое они озвучивали, это все-таки было общение, так или иначе какие-то проблемы. Не шла на контакт, не поддерживала беседу. Также мужчины называли, что если девушка начинает, допустим, неадекватно себя вести. Это как? Это очень интересный пункт, на самом деле, когда девушка идет на свидание, мужчина ей нравится, она начинает очень сильно волноваться. Называли разные варианты. Она начинает громко хохотать, как-то много выпивать, да, вредные привычки тоже относятся, кстати говоря. Проявлять, короче, себя начинает. Да, да, да. Даже она в жизни может так не проявляться, но неожиданно для себя она начинает так делать, да. Либо слишком как-то открыто вести и громко проявляться, да. Поэтому... Все знаете, что здесь свидание, что здесь что-то проходит, здесь все хорошо. Мужчина, казалось бы, должен понять, что он нравится этой девушке, но мужчины, они не телепаты. Вот, более того, почему мужчины называли этот пункт прям отдельно, потому что для мужчины очень важен его статус, его авторитет. Это заложено природой. И поэтому женщина, которая находится рядом с ним, это всегда подтверждение его статуса. Либо в данном случае опровержение. То есть, когда женщина неадекватно себя ведет, мужчине приходится за нее краснеть. Именно поэтому мужчины называли это вот одним из основных ошибок. Хотелось бы коснуться основной идеи книги, как появилась вообще идея создания ее. И, наверное, коснуться вопроса о том, что многих женщин учат именно, как завоевать мужчину. Что нужно сделать, как повернуться, как подмигнуть, там, не знаю, как общаться. Но, ну, не знаю, я, по крайней мере, не встречал курсов, где учат женщину сохранить вот эти отношения, сохранить любовь, взаимопонимание и прожить 150 лет вместе в счастье, в радости. Вот почему так? Как это случилось? Я вам очень благодарна за этот вопрос, потому что он, на самом деле, прям смотрит в суть этой книги. Идея создания появилась ее именно тогда, когда вот два года назад я стала изучать больше литературы, которая сейчас есть на рынке, вот именно женской психологии. И обратила внимание, что очень много книг, статей в журналах, они преподносятся не с профессиональной точки зрения, а такое ощущение, что просто девочки собрались, в компании, в пятницу, и вот они обсуждают свою жизненную ситуацию и об этом пишут, да. То есть сейчас очень много различных советов, как манипулировать, как заполучить своего мужчину, там, что нужно сделать для того, чтобы покорить, да. Но чаще всего вот в книгах описываются, ну, с профессиональным сленгом сказано, неэкологичные методы, да, то есть не задумывая... Это как это? Экологичность – это когда мы все-таки задумываемся о том, о душе нашего собеседника и что мы можем сделать, чтобы не навредить. Вот. И я читала в этих журналах и в книгах о том, что если ты хочешь своего мужчину о чем-то попросить, надо внедрить ему установки. А лучше всего это сделать в момент эмоционального какого-то всплеска, например, после секса или после смерти близкого человека. То есть вплоть до таких советов. Ого! Вот настолько все серьезно. Конечно. Однажды я взяла книгу с полки по женской психологии в книжном магазине, первую попавшуюся, открыла, и там был совет. Если вы хотите произвести впечатление на мужчину, сейчас мы будем изучать приемы гипноза. Понимаете, у меня не было идеи писать эту книгу, но после того, как я вот это все почитала и поняла, что сейчас на рынке много таких книг и много подобного рода тренингов, которые пишут люди, которые пришли из сферы продаж, и продаж достаточно очень жесткие рамки строительства бизнеса, но нельзя переносить эти же методы, этих тренеров в продаж, они становятся тренерами в сфере взаимоотношений. Нельзя переносить эти методы, потому что отношения тогда переводятся в разряд потребительства, и счастья на этом не построишь. А на чем же строится счастье? Что же главное для девушки должно быть целью, когда она хочет познакомиться с мужчиной, чтобы все в конце концов было хорошо, как в сказке? Ну вот книга называется «Счастливая и любимая», и я считаю, что девушка, когда задумывается над вопросами, как мне самой изначально стать счастливой, не ждать от кого-то, что придет принц и решит все мои проблемы, а действительно учиться искать свое счастье, заниматься творчеством, заниматься своим саморазвитием, и тогда притянется как раз тот мужчина, который вот ей, скажем так, предназначен. Ну так скажем, ищите и найдете, получается. Ну, будем говорить так. Ну что ж, спасибо вам, Софья, большое. А я напоминаю, что у нас в гостях был автор книги «Счастливая и любимая. Семь свиданий, которые изменят вашу жизнь», эксперт номер один по раскрытию женской харизмы Софья Котовская. Спасибо. Спасибо вам.